Ты мне звонила? Здравствуйте, я Лоренс, и это наша йога-так. Сегодня я хочу с вами поговорить про счастье. Я знаю, что много людей считают, что жизнь это про счастье. Мы ищем обстоятельства, или вещи, или, ну, типа, как я сейчас на Бали, мы ищем страны, или островы, или как-то отпуски, что мы считаем принесут нам счастье. И, может быть, что я скажу сейчас будет радикально. Счастье, оно не настолько важно, как мы думаем, и оно вообще не смысл нашей жизни. Когда счастье смысл нашей жизни, мы очень быстро можем выйти в наш путь. Я говорю из точки зрения йога. Если вы не на какой-то йога-путь, у вас нет никакого значения для вашей жизни, у вас нет какой-то миссии, тогда счастья, возможно, достаточно. И я желаю вам много счастья. Я желаю себе счастья. Я желаю всем моим любимым людям счастья. Но я хочу, чтобы мы знали в этом случае разницу. Если счастье – ваша суть, тогда вы не будете счастливы. Или если счастье – ваш путь, тогда вы будете очень часто разочарованы. Надеюсь, вы понимаете это слово. Потому что, что мы не можем контролировать, это наше настроение, наши обстоятельства. Конечно, мы можем выпивать несколько ламинчелло. Конечно, мы можем как-то покупать себе, насколько позволяет наш счет, несколько крутые платья или айфоны, или машины, или часы. И, наверное, это принесет вам какую-то эгоистичную уверенность. Смотри на меня. Смотри, что у меня есть. Жизнь, она совершенно другая. Она требует что-то глубже. Жизнь требует значения. Мы говорим на английском meaning. Have a meaningful life. Мы хотим, чтобы наша жизнь, она была meaningful, чтобы было значение. И это сложная дорога. Это требует от нас не просто как-то взять наши кредит карты и как-то свайповать. Это требует какой-то глубокая практика, где мы начинаем копать. Мне нравится копать. Когда я в Канаде и приезжаю в гости и вижу мои родители, у меня есть память, что огромный снежный шторм, огромная куча снег, ну такая куча снег, что сложно идти, сложно машину как-то везти. Вы знаете, это как-то только... Это колесо. Но ничего не двигается. Это похоже на счастье. Эти колесо. Они... Они знают, как активироваться. Они знают, как заражаться. Но это не всегда вовремя. А когда я копаю, я копаю снег, я возьму лопатку. Лопатки. Это как йога-учитель. Я знаю лопатки здесь, да? Но я возьму лопатку. Я как-то... И когда я делаю это? Я делаю это, чтобы дорожка, где мои родители жили, она была совершенно. Совершенно. Я не делаю это, потому что я обожаю это движение. Это сложно. Как-то мои мышцы болят. Мне нужно согнуть колено, чтобы поясница не болела. Как сын может благодарить его родителей? И как человек может благодарить еще один человек, кто им подарил что-то, что... на английском priceless. Без стоимость, как бесплатно. А без стоимость, потому что она настолько ценная. Без ценная. Без ценная. Я не знаю, если это возможно. Я не... Я не знаю, если это возможно. Я не... Вы думаете, что это возможно? Как-то... Благодарить... те, кто тебя рождали, что дали вам возможность, чтобы петь, чтобы испытывать эту жизнь. Даже если не были как-то самые плохие родители. Этот первый шаг... Этот первый дох. И когда я копаю... И этот шторм продолжается. Я даже не знаю, если это помогает, или что-то дарит, или что-то дает. Как-то... Кто будет знать? Почему мы живем? У каждого человека есть своя причина. И много людей нету причины, кроме чем просто продолжать. Суета. Как мы говорим на английском. Rat. Race. Это колесо. Кино. На английском. Groundhog Day. Это день сука. Вот. Сука. Сурка, извините. День сука. Мы очень легко, когда мы бегаем на это колесо, когда мы бегаем за счастье, когда мы бегаем за зарплату, когда мы бегаем за как-то следующий отпуск, следующее как-то кольцо, следующее как-то телефончик, следующее как-то очень дорогой ужин. Детка. Просто нужно гречка и кефир. Значение, оно глубже, чем поверхность. И это не что я хочу, чтобы вы думали, что как-то вам не нужно двигаться до сотокрасивого, двигаться, чтобы как-то достать или достичь какой-то как-то классный результат. Нет, я не говорю это. Чтобы наша жизнь могла найти внутри ее стержень, глубокое значение, нам нужно искать это. Потому что давай скажем как есть. Этот мозг, что у меня есть, что у вас есть, он не понимает меня. Я знаю, что мы читаем несколько книг, я знаю, что у нас есть несколько гуру, но как-то чтобы... Это ближе как к Бхагавагита. Если вы не знаете историю Бхагавагита, у нас есть Арджуна, он был генерал, это было его время, чтобы идти в войну, но он смотрел на право его семья, на лево его учителя. Они воевают друг с другом, а его друг Кришна появился, и он был как пара. Арджуна говорит, не хочу, не хочу, я уважаю их, я уважаю их, счастье, мои друзья, моя семья, ужин с ними или с ними, я не хочу воевать с ними. А он смотрел на них и сказал, ты не можешь развязывать каждый случай, чтобы разделать, чтобы этот момент, что происходит сейчас, не случилось. Тебе нужно двигаться вперед, это твоя Дхарма. Дхарма значит, это твой путь. И для нас, и для Арджуна, чтобы понимать, насколько сложный наш ум, наш мозг, чтобы думать, что мы можем просто как-то все бросить, все как-то отпустить, и как-то прыгать внутри в воду, и как-то, а, здесь прекрасно, здесь классно, дай мне лимончелло, дай мне шампанский. Как будто бы ничего еще происходит, счастье не живет внутри этого, потому что конца дня, конца нашей жизни, или конца нашего месяца, чтобы у нас было какое-то удовольствие, нам нужно достичь какой-то сложной цели. Не потому что он сложный, а потому что он значит что-то нам. Потому что самый классный момент, и вы это знаете, это когда после сложного дня вы наконец-то раздеваете ваши ботинки, носочки, ваши колготки, и просто... Ну без этот сложный день не было бы это... Я знаю как мальчик, иногда надо идти в туалет, иногда нужно этот номер один, и надо их просто как-то... надо писать. И это ощущение, когда ты хочешь идти в туалет, и ты держишь, 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 и потом... И это такая простая, и даже можем сказать грубая пример, но она реальная, каждый человек, кто слушает это, испытывала это. Да, может быть это фальшивое значение, но значение это значение. Есть много людей, слишком много проблем, чтобы начинать копать, что моя миссия, что мое значение, что моя purpose, как мы говорим на английском. Но когда мы на какой-то йоговский, духовный путь, что открывается для нас, это возможность спрашивать себя, что мне важно. И очень часто, что мне важно, это то, что я обхожу, как-то на английском dodge, что я как-то отвернулся от нее, и часто не хочу справиться с этим, не хочу углубляться внутри это, не хочу как-то узнать, потому что мне страшно, может быть мой путь, он слишком большой, может быть мой путь, он слишком сложный, он слишком долгий, долгий, долгий путь. Мы просто хотим Терти, мы просто хотим Египт, Сочи, Бали. И мне кажется, это простая жизнь. Это простая жизнь, в которой мы живем. Это про как найти то, что самое важное для нас. И то, что самое важное, оно очень часто самое тонкое. Карл Юнг сказал, современный человек не ищет достаточно низко, и поэтому он никогда не найдет Бог. Современный человек не ищет достаточно низко, потому что он застрял на его инста, айфон, телефон-машинах. Когда мы начинаем как-то копаться ниже, мы знаем это, как русскоговорящие люди, мы знаем, что доступно как-то смотреть под, где мы никогда не видели. Начинаем как-то узнать, что под поверхностью что-то, что сияет. Как Леонард Коэн, канадский поэт, сказал, Ring the bell, the bell that can still ring. Forget your perfect offering. There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. It's a crack. Для ваша желудок. Water keфир. Ох. Thank you so much for joining me. I want to wish you... Namaste. Thank you. I want to wish you...